Поехали! Распели Христа, на крест свеченном грех, и кровь за нас пролил, хоть не достоин я изгляда его бы. О, сколько жизни смерть Иисуса принесла, грехи простила, радость миром Бог дала. И для тебя, мой друг, и для тебя, мой брат, Он победил на той горе и смерть и ад. И для тебя, мой друг, и для тебя, мой брат, Он победил на той горе и смерть и ад. Приходят все к концу спасительные дни, Кто не принял Христа, смеши, душа спеши. Он за тебя, страна, и грех твой умерял, Своей любви, кто и смерть твою спрощал. Он за тебя, страна, и грех твой умерял, Своей любви, все и церковь вокруг прощал. Друзья, как хочется, среда Иисусу петь, За то, что Он не дал моете умереть. Песня. 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 ПЕСНЯ ПЕСНЯ Он взял заправил белый, угасает. И с ними я замираю, нет надежды, нет любви. О, мой брат, о, мой брат, а где же ты? Нет надежды, нет любви. О, мой брат, о, мой брат, а где же ты? Все забыл ты и забросил. Голос веры грубо скочен. Ты оставил всех друзей. О, мой друг, о, мой брат, вернись скорее. Ты оставил всех друзей. О, мой друг, о, мой брат, вернись скорее. Ты покинул, друг, собранье. Ведь и Бог твои страна я. Он зовет тебя предыдь. Ты назов, ты назов его спеши. Он зовет тебя предыдь. Ты назов, ты назов его спеши. Друг мой, бедный, где блуждаешь? Где напрасно ты страдаешь? Мрак в душе твоей сильней. О, мой друг, о, мой брат, вернись скорее. Мрак в душе твоей сильней. О, мой друг, о, мой брат, вернись скорее. Мрак в душе твоей сильней. Тихо в небе песни льются. То, рыдая, вдруг оруса. Это слезы, вдруг оруса. За тебя, за тебя и за меня. Это слезы, друг отца. За тебя, за тебя и за меня. Сумрак ночи опустился. Ты сегодня не боился. О, склони в ревнем главу. И скажи, я у ног твоих стою. О, склони в ревнем главу. И скажи, я у ног твоих стою. О, склони в ревнем главе. О, склони в ревнем главе. Нет надежды, нет любви. О, мой брат, о, мой брат, где же ты? О, склони в ревнем главе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Во имя Отца и Сына и Святого Духа и Аминь Господи, вызываем к Тебе благослови предстоящие занятия по Слову Твоему Святому Научи ощущать вкус Слова Твоего, которое слаще меда Прибудь с нами, Господи, чтобы мы не учались не уклонялись от истины Твоей ни влево, ни вправо Научи возрастать от веры к вере Дай нам нужные мысли, нужные слова в нужное время, Господи Научи нас исполнить волю Твою Святую Научи нас усвоить Слово Твое так, чтобы мы могли нанести истину Твою людям, не знающим чтобы не встали на путь спасения Нас же, Господи, иди, да? Желаем и пристали Царствие Твоего Небесного Тебе слава высылаем Отцу и Сыну Святому Духу ныне Всегда и в веки веков Аминь 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 Послание к римлянам Святого апостола Павла Четырнадцатая глава Песантый стих Ради пищи Не разрушай дело Божие Все чисто Но худо человеку Который ест на соблазн Толкование Делом Божиим Называет спасение брата Итак Не разрушай оного Сержанного для него Богом И при том ради пищи То есть нежеланием Воздерживаться от свиного мяса Чтобы получить себе пользу Сделав строгое запрещение Совершенному Убоялся, чтобы немощный Не утвердился в худых мыслях Поэтому опять обращается К догмату и говорит, что Все чисто Но худо для того, кто ест С худой совестью И после того Как соблазнился Ибо несовершенный Почитающий свиное мясо Нечистым Если ест его по принуждению Большой терпит вред Поэтому сначала ты должен Вразумить его Что все чисто Да за это время Можешь уже не одну свиюсь Сколько вы морочите эту тему Это не мы Это вот апостол Павел Морочил А морочиться почему? Да потому что Достучаться не можешь до нас Сказать хочешь что-то? Нет Я тогда скажу вот так Затекла просто Может дальше просто Все вопросы отпадают Если только начнем работать с себя Вот везде начинается Вот я вижу Любой вопрос Даже делать ничего не надо Просто со страхом принять Правильный совет дать И уже дело сделано будет В капище не ходить Не ходить? Еще не надо делать Только молись Проповедуй Владовествуй И все остальное упадет Это хочу сказать как раз Что делали у святых? Капище сломать надо Несогласных сослать куда-то Православие с властью связано Всегда было Как пришло к власти Оно без власти не может А если это верующий Ничего этого не надо делать Ты благовествуй Уверовал один министр Второй, третий Все остановилось И новопоклонник Жрец уверовал И ломать не надо Капище превратили в храм Совершенно не в том направлении Работают-то А вот она такая Там что-то сделали Вот у нас даже Не буду другое собрать Потеряльки В стране что делается В мире Это отголосок того Люди мира Они поступают так и по-мирски Еще удивляться-то Для них Нравственные законы На каком месте стоят Какое было государство Где оно? Дружба всех народов Скажи ты Враждебные Как будто бы всю жизнь Воевали друг с другом Причина этому есть А как избыть Это покаяние И больше никак Творить добро людям Мы виноваты перед всеми Другого нету Волк рождает волка Ненависть рождает ненависть И на этом все А на вас напали Вы будете молиться Но я больше сделаю чем ты Я больше сделаю Он на подходе еще и сдохнет Враг этот Вот представь себе Мы Получили известие На наш лагерь Движется Большая сила Это прокуратура Края Там другое Ну а из района Нам сообщили Что я предпринимаю Ну я не могу ничего сделать Мины у меня Противотанковые На дороге не поставлю Снайперов нанять Чтобы на крышах сидели Не поставлю Я бегом И вы думаете Кому бегу К старейшему жителю К Серафиме Гавриловне Плотниковой Ей 85 лет кажется Пришел А мы с ней друзья Мы дружим Мы сильно с ней Я говорю Так и так дело Молиться надо Она говорит Надо молиться Ну что Все У нее больше Ничего нету И у меня нету Ничего Но нас уже двое Я объявил Лагерь Мы молимся Скажи Заморощала На здоровье Пошел дождь Идет день Идет два А потеряй Асфальта нету Три Дождь Дождь не умолкает Серафима Ко мне идет Радостно Они не приедут Я почему А я Богу молился Бог сказал мне То есть дождь пойдет Я говорю Я уж без тебя знаю Что дождь придет Я жалю И не приехали Они приехали до Мамонтова С Мамонтова как Там не проехать Там лагар Там на тракторе не проедешь И все Я бы какие-то Начал рычаги Давить Там ходатайствовать У меня есть рычаги У меня Я могу назвать даже другом Прокурор края Генерал-лейтенант Но Это не тот случай Тут еще пока нам не грозит ФСБ вмешалось здесь И я А я уезжаю Они встречаются Едут туда Я из деревни выехал Вот это да Теперь мы сфотографируем их И я при них По телефону говорю Так тут из ФСБ едут Лагерь запечатать Никого не пускать Детей уводите из лагеря Да вы что Мы такую дали Ехали тут Вам делать тут нечего Тут все в порядке Все Они пока это провяжут Тут проехали Там километра 4 Приехали В лагере никого нету Там кто-то есть И говорит Тут у нас ход запрещен Написано А как попасть Ну это разрешение Двух общин надо брать Собрать нашу общину И собрать потеряем И каждый У нас принят это И это все в отделе юстиции Находится Краевой Ну а здесь-то рядом Там можно Ну рядом Видите на качели Качаетесь А они сели Тогда детей вернули И они смотрят Как дети играют На лошади катаются Они говорят А зачем нас вызывали-то сюда Сказали Тут детей Чуть и не в жареном виде Подают на сковородке И где еще нет ФСБ ФСБ Краевая прокуратура Краевое управление МВД пришло Приехали туда И Самое положительное Отзывы Ничего нету Но все-таки Они дело на меня завели Завели И уже перед осенью И вот вызывает Раз Другой Звонит А что вы не пришли Я говорю А к кому идти-то Ну мы же сказали В Мамонтово Я говорю Еще с чего Я поеду туда У меня три причины По которым я могу не ездить Почему Я преступления не делал Раз Во-вторых У меня транспорта нет А в-третьих Лагерь уже закрыт Но они не оставили Они подают на меня А у нас тут юрист Первоклассный Я говорю А что они могут сделать Они говорят Самое большее Если докажут Что по санэпидемстанции Рубашка какого-то Невыглаженная была Ну я говорю Что могут Им дороже бросить Дешевле бросить И правда Они год тянули Повестки присылают А я не иду Второй год начался Все Сдохла собака Нигде никого нет Уже четыре года позади Но мы молились В то время Там хорошие люди Я их знаю И ничего не надо Враждовать не надо Я их за врагов не считаю Так и здесь Я понял Я могу ошибиться с мясом Я отрезал все И вытер руки Больше в руки не беру Но ко мне вчера Вот эта Нина Глухонемая Принесла И на записку написала Посмотри там Вон наверху На этой вот Вон наверху На слева На тетради Посмотри там Маленькая записка Дай-ка сюда Она мне написала Рыба Мелкая Ёрш И окунь Для кошки Я принесла Не надо ехать Никуда Я взял Принес Это ёрш Вот такой вот Когда варят Когда варят Тройную уху Сначала ёрша варят И которую от него навар Это отдельно сливают В нём тогда варят С какой-то рыбой Это тогда сливают И тогда Это за это тройная Так ёрш Это вод какой-то А мы сварили вчера кошкам И сами съели Я сегодня ей говорю Показываю Вот так Рыба-то ещё есть Она говорит Ест Я говорю Много надо И показываю Кошкам И я ел Говорю Вот хорошая Она обрадовалась Там говорит Ещё много Я принесу Она где-то доступ имеет Ничего не надо Понимаешь Ты только радуйся Веселись И благодари Бога Я показываю Вчера И кошки накормили И сами второй раз поели уже Ну насколько же всё Они вот такие вот Ну один большой Видать Это какой-то начальник попался Вот такой вот Размер У меня такая шкурка Интересная Мы рассматривали Это твёрда Не пробьёшь Ты научись Бога славить Благодарящее За всё Что есть Вот за эту свинью Где-то Я батюшка Батюшка держал как-то Я говорю Как не жалко вам Ну держите Ну отпусти её Да куда она На зиму глядит Ну пускай она в лес Идёт где-нибудь Отпусти ты их всех Дай мне всем Понимаешь Это всё решается Легко Просто легко Один раз Я услышал Это соблазн может быть Или что-то Отрезал Ничего нет Затёр И на этом кончилось Павел говорит Потому что они его не слушали Он говорит У Павла Это не было вопросом Он говорит Не буду вовек Есть мясо Пить вина Не буду Ни перед глазами Ни перед евреями Возу его выдал Наташа заболела А почему На ухо скажу Избыточный вес Сбрасывайте это всё И заметьте Избыточный вес Это как правило У тебя Глазное яблоко Там где-то что-то давить Будут Вены на ногах Сразу они начинают Говорить Там Диабет Виктор Андреевич Подправь Это в моём разумении Так Я знаю Что люди Которые сухощавые Они Мало Меньше болеют Намного меньше Вот она Женщина Она вычисляет С 17 болезней И показывает Какая она сидит Но я Говорит Занялась такой диетой И дальше показывает Такая нормальная Красивая Седанная болезнь Говорит Я вообще не лечилась Я заглоталась Таблетками Сейчас Говорит Ни одной таблетки Нету И не где-то пишут Это газета Комсомольская Правда Ну та Такая-то Кремлёвская диета Ну зачем Лишний вес Таскать Ну кому это нужно Каким червям Ты один раз услышал Всё Поставлю Перегородку В горле Лишили Ну Святой Мог сделать Так Допустим Он Сосуд узенький Сухарей туда И постановил За раз съедать Сколько Сколько Вытащил Первый раз Говорит Хватал полную гость Как обезьяна Орехов А вытащить не могу Тогда как по-моему Сухарю отпускал Чтобы рука-то вылезла Оттуда Ну вылезла Три сухарика Всё На день Говорят О чревоугодии А тут же Рядом слово Какое Другое Червям угодия Червям угодия Это не случайно Вот если вы заметили Мы второе воскресенье Читаем Апостольское чтение Тоже на эту же тему Как вот сейчас Мы проходим Послание апостола Павла Клинина По этой теме Никак не сойдём Давай дальше И мы с этой темой От этой темы Можем легко уйти Если будем говорить Только о тех Пяти Б Которые сегодня Говорил Игнат Тихонов Бог Библия Благовестие Благослояние Благовестие И будущее Если будем Будем прицелом На будущее Через все эти предыдущие Через благовестие То и придём к тому Что Вы помните Я просил молиться Астерникова Сейчас только закончу Сегодня Мне выставили его Несколько роликов У него борода Не тронута Ни одна волосинка Он из себя Настолько приятно Выглядит Он запрёл Уже неизвестно где Но У него берут интервью Интервью спрашивают Ну а как вот Ладно Так всё говорите Жену время от времени Надо учить Говорит Как следует Да что бить что ли Это вторая половина Тело моё Муж и жена Единое Заслужила я Поставленным Ну и вы часто и бьёте Мне это не приходится бить Я говорю Почему Во-первых Жена у меня слушается А как она слушается А как ты познакомился На квартиру у меня Тёща Она зашла Будущая тёща Да я как увидел Я понял Это моя жена Такая красавица Но я сразу сказал Вот твоя обязанность Вот Чтобы нигде Грань не переходила И правда Ничего лишнего Нет Я прихожу домой Спрашиваю её Так Корова загнатая Она сидит Наташа его Да коров я загнала Так Подоила Подавила Корма задала Задала Так пол вымыла Вымыла Ребятишки накормили Всё до свидания Я пошёл на работу И она улыбается След его Она знает свои обязанности Я не прошу Что не надо Он Он даёт ей наказ И видно что она рабочая И тут же раз подала Всё Больше же нету Делать нечего Это не Это не её ума Дело Я для этого голова есть Это А как ты разбогател То другой Он всё точно отвечает Как и где что Надо научиться Выражать мысли точно И быть активным У меня рубля не было Я решил организовать Там такая называется Не фирма Концессия Или что-то Ну и как Первым делом Деньги Я подошёл к одному И называется Из правительства Деньги были тогда Ещё такие И сколько надо Я подумал Один миллион Может ей хватить Давай два Пришёл Тот сразу Трубку снял Какому-то там Так Стерлигов просит Денег Два миллиона Дай ему Он отдаст Я его знаю Я взял А как отдашь Понятия не имею Как отдам Но делать надо Первым делом Я пошёл Искать Помещение Искать Дошёл Говорит Ну большое Ну 350 квадратных метров Фирма Дальше Дальше Деньги пошли На рекламу Что такое-то Я организую Там что-то Перекуплю Продажа Ну а придут люди Откуда я знаю Ну я сказал Ну сфотографировался С собакой С собаку на ней Он говорит Чтоб с собакой была Собака какая-то Лопоуха Лабрадор Или кто И на утро Когда пришёл Говорит А у нас Говорит Где здание В Москве Площадь Вся площадь Забита клиентами Машинные люди Это всё ко мне Первый день Я ещё не знаю Как я буду Ну и дальше Говорит Как Ну в первый день Я 2 миллиона заработал 2 миллиона Говорит Сразу деньги И отдал долг Следующий день Пошло у меня Полтора миллиона Прибыль Миллиона Так дальше Ещё деньгами Которые что-то стоили И так далее Он миллиардер А дальше А дальше понял Что Наезжают И могут убить И всё Он всё дело прекратил Закрыл эту лавочку Купил там где-то место Развёл лошадей А вещик Детей в школу Не отдают Сам учу Развращать их не надо Понимаешь Если бы он Не путался в вере То он как-то Старобрядцем А сейчас никаких Старобрядцев Не признаёт Ничего Но вид у него Товарный Фактурный Худенький Борода пушистая Сам из себя Как вот Бывает мужчина И тоже Некрасивый А мужчин как говорят Симпатичный Так вот он именно такой Умные глаза В финансах разбирается Жену держит в руках Но у него всё как надо Он достойен уважения Это я сегодня уже Посмотрел Нам не по пути Он здесь был в Барнауле Когда ему про меня рассказали Он никак не воспринял Мне никак Потому что он Патриархию Все патриархии Все православные церкви Натрицают Старобрядца Патрицают Он один Только правильно Делит во всём мире Про католиков Говорить не надо То есть Он Плотские дела Умеет делать Он решил перевести На духовную А на этом Сатана и поймал его Сатана Если бы он на меня вышел Я бы сказал Прочитай печаль Сатаны Мария Карелли Вот Ты желаешь Богатым быть Он сделает так Что богатство Руки потечу Ты желаешь Жену красавицу Даст он тебе Сибила будет Самой красивой В Лондоне Но в конце концов Он приведет тебя Что потребует душу Он и потребовал душу То неправильно Неправильно Всё везде неправильно Никто Я никакой не старовер Больше я слышать не хочу А сначала К старобляцам был И теперь он догма Всё по-своему толкует И я сразу Вспомнил Печаль Сатана У меня выставлен материал С этим играть нельзя Смиренно-мудрия На первом шаге Не надо мне богатство Всё это умрёт Смиренно-мудрия Я себя проверяю По Библии По святым отцам По соборам Нигде ничего не нарушать И не соглашаться Ни с кем Кто идёт Вопреки Слову Божьем Святых отцов Ну Избери Вот эту грань Отошёл Римлянам 14.21 Лучше не есть мясо Не пить вина И не делать ничего такого Чего брат твой притыкается Или соблазняется Или изнемогает Толкованием Ты, говорит, принуждаешь Брата не есть то Чего он не осмеливается есть А я говорю Что ты должен воздерживаться От всего Что соблазняет брата Не потому что это зло Ибо всё чисто Но потому что это соблазняет Словом Притыкается Показал Что он ослеплён Ибо притыкаются Слепые А соблазняется Он как легкомысленный Изнемогает же Как маловерный Всем этим Привлекает сильнейшего К помощи брату Как совершенно немощному Вот Стервиков о бороде говорит Его задают Интересно О бороде как Борода ни одной волосинки Видно не тронутая Прямо так вот Распушённо Такой просто Симпатичный мужчина Прямо фактурный Вот И он говорит Бог бороду бред Зачем Бог так сотворил Человека Ну Бог-то Бог Ну А когда бред Он начал раскладывать Да в Риме уже брили Почему Гомосексуалисты Чтобы в виде мальчиков Выглядели И каждый день Скорбит эту щетину Он как начал раскладывать Который диктор-то задаёт А он бред И диктор-то задаёт И диктор сразу сел Он говорит Год, даты Римское право Где всё Мужчине Бог не дал Этой красоты Это моё Моё право Носить бороду Это значит Я мужественный Я мужчина именно И так Это у него легко Это идёт Ну по писанию Потому что Надо просто смотреть Учиться Мне у него учиться нечему Это библейское Но говорит он хорошо А я каждый день За него молюсь За него молятся легко А за ним взорвая молитва Застревает во рту Вот я не могу Это необъяснимое дело За Горбачёва Легко молятся И в вечности откроется Что-то там Где-то Где-то у него Видимо проходит А у этого Всё вокруг Как бронёй закрыто И молитва отлетает Рикошетом видно Ну это я образно говорю За Германа Легко молитва идёт Давай дальше Двадцать второй стих Ты имеешь веру Име её сам Ты имеешь веру Ты имеешь веру Вопрос Имей её сам В себе Перед Богом Блажен Не кто не осуждает Себя в том Что избирает Толкование Здесь тайно намекает На то Что совершенный Высказывал совершенство Своё подсчиславие Говорит Ты хочешь показать мне Что совершенный верит Относительно пищи Верит Что всё хорошо И чисто Не показывай мне Что довольствуйся Свидетельством Совести перед Богом Которому Которому С большой буквы Показываешь это Хотя другой И не увидит Твоего блаженства Ты будешь доволен Сам собой Если сам Не осуждаешь себя И совесть твоя Не осуждает тебя В вещи Которую ты Одобрил Или избрал Разумею это только О настоящем предмете То есть о пище А то сектанты Тут сразу ухватятся За этот стих Всё изручает Я скажу В жизни встречается так Вот я когда зашёл И говорил Тут три генерала сидят Председатель краевого суда И вот там А мэр города Сейчас был Баварин Рассуждали о вас Мы более счастливого человека Не знаем Я говорю А по каким качествам Вы делаете то Что вам нравится Понятно Я никогда не осуждал себя Тем чем занимаюсь Я сижу Это пачка дел уголовных Ну убийства в основном Это век мне не надо Говорит Ну подали апелляцию Я все дела прошёл На одного там 24 дома На одного только Их там группа была А вы делаете Что вам нравится Вот вы каждый год Обращайтесь за помощью Тут Да И вам помогают Я говорю Это не то слово Этот местный Даёт указания Прокурор Районному И районный прокурор Сухов Сам привозит Сам на себе Мешки таскает Я не могу И сам власть всыпает Мне продукты Прокурор А что это Это ответ Ответ на молитву Я делаю то Что мне нравится И при том Чтобы один дело Сделать А потом Я делаю Сейчас кажется Дело не выполнимо Мне это очень нравится Благовестовать Нести люди Мне Вот это Чтобы познали истину Ты узнавай И чтобы тебя Совесть не осуждала Сразу дойди До самой истины А может быть Надо понимать Не как православные Может быть Иконы Это идолы Я сразу разобрался До конца И меня совесть не осуждает Что я знаю Что иконы Это не идолы Я однажды себе избрал Что Московская патриархия Там все на лжи построено Но Сама церковь Благодатная А священника С неполным погружением Крещеный Благодатный Ему надо креститься И даже он еще Три погружения не крещен Я подойду под благословение И кого он крестил В полное погружение Я всех признаю Нелогично Нелогично Я должен так создать Как сегодня обвиняют Стерликова А он соглашается Да так Ну это же слишком грубо Я знаю грубо Но это власть данная мне От Бога Я ею пользуюсь А ей не дана Она должна ждать меня Она должна все подготовить Должна выполнять О жене говорить А Наташа сидит Только улыбается Ему ответ Видно что Не каждый день Не лупит Не каждый день Надо научиться Выбирать отовсюду Ценное Даже Когда враги Не так поступают И то надо От них выбрать Делать дело Не осуждая себя Но для того Чтобы не осуждать Это научиться Надо каяться И все время себя проверять Правильно ли я верю Я 50 лет исследую себя По всем вопросам Вот новое что-то сунули мне И я сразу Начинаю разбирать А вы неправильно Все до одного упрека Я разбираю По слову Божию И вижу что Они писание не знают Никого не пренебрегай Какой бы не был совет И твоя жизнь Будет счастливая Каждый вечер закачивает Какой хороший день был Кажется лучше Чем вчера То есть счастьем Наполнит дыхание свое Волнами чтобы шла Благодарность Вот про это он и говорит Пошли 23 стих А сомневающийся Если ест Осуждается Потому что не по вере А все что не по вере Грех Толкование Кто сомневается Говорит И ест Не убедившись Тот осуждается Почему Не потому Чтобы пища была нечиста Но потому Что не был уверен Что она чиста И думал Что прикасается к ней Как нечистой Кто не убежден И не верит Что пища чиста Но ест ее С лукавой совестью Тот конечно грешит 24-26 стихи Могущему же Утвердить вас По благовествованию Моему и проповеди Иисуса Христа По откровению Тайны О которой От вечных времен Было умолчено Но которая Ныне явлена И через писания Пророческие По повелению Вечного Бога Возвещена Всем народом Для покорения Их вере Единому Премудрому Богу Через Иисуса Христа Слава вовеки Аминь Тоже скажу об этом Вот смотрите Не осуждать себя В том что избирать Есть такой священник Он видимо играет Там с Кобля Отец Олег И вчера ему вопрос Задают Он отвечает Я не могу его не комментировать Даже хотя бы вот здесь вот Задают вопрос От отец Олег Вот 8 марта Ну оно попадает же Иногда в Великий пост Ничего нет Это Ну Вроде благословить Да иди Ну только ты там На соблазн это не будь Как это Пойти К неверующим Преступный этот день В унижении женщинам Это он День этот придуманный Умышленно На эту дату поганую Поставлено Не дата поганая Что в ней предусматривается Ну Одна приходит И к нему И на исповеди Батюшка Я ходила туда Ну и как Ну так они танцевали Вначале Я так любила танцевать Так танцевала Ну ничего это так Так я ногу вывихнула Батюшка Значит неплохо Она там брейк делала Ну и на это Я не благословлял Чтоб ногу то вывихнула Ну а ты сама смотри Так зачем же ты По дорогу то Проложила ей туда Ей делать нечего Храмы закрыты все Забыла путь к Богу Пост великий идет И ты пошла Танцевала до такой степени Что ногу вывихнула И он это Ну положительно То что написал Это Так этот скопит Кого он отскопит От греха то Да никого Они все Заросшие в проказе У него овцы то А ты скажи Обойди за Горица Семь верст На слепой кобыле Объехай Близко не подвижай Нашел Благословение какое дать А они едят Ну Чтоб соблазном не быть Так и можно и мясо съесть Кусок погибло кучил Великий пост Сначала пришел туда Попался Все Поплыл Теперь он кусок мяса Чтоб не соблазнить А что он Верующих Всемирной церкви Соблазняет Ему даже души Никакого нету Он почему Я знаю Он не благословить На то что сам не умеет Именно он ходит Именно так ему и надо Ему как раз Такого слушать не надо Отойди от него Я столь норофировал Что он говорит А интересно Я 8 марта сказал А мне Зашел Гаврила И говорит От 8 марта Это задают И там Выступает такое Это священник такое И рядом мое Мое выступление Которое мы с Володей Записали Здесь То есть это утащили уже Во всю эту Всемирную свалку Где про 8 марта Все сказано Результат я не знаю Но глаза некоторые пишут Открылись Говорит Мы увидели что А один стихтан Говорит Я ничего не нашел А при чем тут Восьмерка Изображает Три вы сказали Я ничего не знаю Я жене сказал Жена ничего не знает Я каждый год поздравляю Я ему уже ничего не отвечаю Тебе все сказано Я в прошлый раз говорил Ну вот вы что-то видите Там от Горбачев Имена Да я не буду видеть Но Горбачев был или не был В порядку Теперь Генеральный секретарь Много в стране их было Один на всю страну На огромную державу Всемирную державу Один И далее они пойдут Одинаково Брежнев Б Следующий Андропов Черненко Ельцин Четыре И в том же порядке Бог везет Горбачев Да даже Ничего там нет Но я все равно бы Я должен дрогнуть был Это мне в тюрьме Открыл преподаватель Той группы самонавтов В тюрьме Я сразу посмотрел Так просто не бывает Ну тогда Давайте напишу Бачев Допустим Б А Ч Ну как можно Какую фамилию Ну можно придумать Вот это Ачебриков Вот тоже Но они и не в таком порядке И такой фамилии нет Ну вот это Чебач Ну может так Док это в другую опять Но чтобы в таком порядке Бог вышли Как первые секретари Пойдут Брежнев Горбачев Б А Щ Е Да не может этого быть Это что-то заложено Как бы Господь предупредил Вот на этом стыке Придет человек Который Помазанником моим будет И все разрушит Да все Горбачев Помазанник Несомненно Это царь Кир пришел Скажите Киру Помазаннику моему Считай Из Икииля Он пришел Разрушил И сосуды Дома Господня вернул Это же Горбачев сделал Тысячелетие крещения Таруси При нем было Так Или кто-то другой был Он был Да он же Но до 1991 года он был До Кучи В 1991 году Ты опровергни то Что я тебе говорю Чтобы вот так вот Даже на одной улице В одном городе И найдешь Чтобы фамилии Вот именно В одну фамилию Все первые буквы Фамилии были Это нельзя придумать А при том Этот человек Брежнев один на страну Андропов один Черненко один И Ельцин один И в таком порядке Они пойдут Горбачев Видите Вот как бы Вобрал все И прикончил Одним махом Нет Горы нету Только с Б Начинаем Да это Ладно Давай дальше Да гор нет Он говорит Вот говорит Как там Говорю Говорю Очень Это Не надо Очень радоваться Горбачев говорит Брежнев, Андропов, Черненко Еще дальше Вспомните Тут приложить Можно что угодно Но фамилии Вот это Тут не надумано И такую фамилию Найти как Горбачев И по порядку Их составить Не может быть этого Если бы это был Сосед Или кто-то А то один Единственный человек С такой должностью В государстве В таком порядке Один за другим Будет умирать Невозможно Это из миллиарда В миллиардных степенях И то это не пойдет По теории вероятности Это невозможно Но вы говорили Восьмое марта Специально под эту дату Специально Сейчас последнее Что набрали Это когда А мне праздновали Двенадцатого Было на другие Месяца И наконец Выбрали Но никто никому не говорит Что означает восьмое Именно восьмое Я уже не Говорю Не хочется говорить Но восьмое марта Ну вот так Это Слышится Вот Цифра восемь Восьмое марта В году Только один день Такой встречается Который против женщин С такой гнустостью Направленный Это изображение Вот это Вот это что написано Здесь Когда покажут В изображении И отрицать нельзя Так ахнишь Как же это Это какой же там умный Сидел человек Который придумал На этот день перевести То есть Весь цинизм Унижение Разврат Все заложено Против женщин В этом дне Меня убеждать Не надо было Я сразу Понял Нельзя Нельзя другого дня Придумать Если бы было Еще 100 месяцев И еще Тысячу дней В каждом месяце Но такую цифру Нельзя составить Она одна На все цифры Одна только Игнать Тихонович Ну вы говорите Поконкретнее Ничего не понятно Ну хорошо Хорошо Кто имеет ум Тот сочти Написано Тебе не понятно Знаете Как это ответил Владимир Владимирович Маяковский Один сказал Мы ваши стихи Не понимаем Он сразу бросил С товарищем Он говорит Имейте умного товарища Ну я имею умного товарища Но умный товарищ Обязательно Я сказал Во-первых Это надуманное Дальше Женщина ничего Не имеет Кроме разврата Самое большое число Потерей девственности И изменам Жен В этот день Ну сейчас День Татьяны Валентина придумали Когда инициатива И мужчине передается А в начале Оно было 23 февраля Научитесь видеть Что-то Господь иногда Дает такой Легкий намек Легкий И они говорят Пойми женщину Вот такую женщину Там Иосия Женись Она нет Купи ее За что За два мешка Овса И бобы там Кажется показано У Осия Недорогая же она была Женись на блуднице Женился А в другом месте Говорит Бархашбам Балас там Назови его Вот так вот Да имя Ты язык сломаешь Четыре слова В одном имени Скажи Назови так его Ну и что Погибель приближается Скоро конец И мать Что бы сказать ему Погибель приближается Скоро конец Иди сюда И каждый раз Она должна была Повторять Генеральный секретарь Президент Готовного совета И наконец Пришла погибель Звавилона Кричали Все его именем Моисей Вынутый из воды Переводится Непонятно Да его вынули Из воды Никто не знал Еще Что будет дальше Это будет пророк Вы даже Считаете Смотрите Я в этой общине Я получаю письмо От Павла Я не знаю Как отреагировать Я бы отреагировал Отдельно Так жена Выкинь все мясо Больше в моем доме Мяса не будет Все кончилось Я получил от Павла Это послание Я сразу выкинул все Меня убеждать не надо было И больше на этом стихе С соблазном Я ни для кого не буду Я в другом буду Я так буду бороться Здесь я сразу выкинул Все Я вчера подумалось Как раз Рассуждал О 8 марте Я вспомнил то Что вы говорили прежде И что я слышал раньше Дотогу Подумалось Почему Вот в советское время Имена были Вот такие Все одинаковые Все шурики Все светочки Все манечки Потому что В результате эмансипации Раньше называли Посвятком То есть Глава семьи Домострой Все это было посвятцем Потому что был Домострой А когда добились Эмансипации Жена подковух Мужа И чего хочу Вот я хочу Вот так назвать И все А он только Ну ладно Назовем так И все Вот поэтому все такие Однотипные стали Мужик-то сегодня хуже Вот она рожает Одно по другому Она из больницы не выйдет Он уже хватает Бежит туда Она приходит Ребенок названный Таня, Маня, Света Всех пометят И она ни одного Не могла назвать Она оттуда С болью приходит А уже дети названных Получил Потому что он идет Этим стандартом Не жена называет Муж Вот он у тебя Рядом сидит Ну это Шестерих ребятишек И она ни одного Не могла назвать О, потом она в больницу Она же не может пойти Да он раз в ЗАГС Справка-то есть Что она родила Ты рожай Я назвать буду А нас никто не спрашивал Крестят И даже родители Рядом стоят И их никто не спрашивал Дедушка смотрит так И в Тихий И в Тихий И на Кентий Игнатий Тихий За деньги не купишь Эпистемия Вот и все Как это зовут Акелина Ты найди такую Акелина Она одна На всю школу будет А там будут смеяться Говорить Вот у нее внучка Назвали Василиса Так он С ума сходил Отец Который Своих детей Назвал-то Васька ее будут Смеяться Вроде ноги Не положу счет А потом Кое-кое-как Смирился Девчонка Красавица Растет Василиса Прекрасная Ну Никаких Упрямца Сектантская Муж бапсист Все Василиса Уперся Так было Вот она Знает Василиса Не нравится Имя Василиса Я говорю Ну у Щапаева Василий Иванович И Василиса Было Если ты не понимаешь Это сказочная героиня Везде она В положительном Виде Показана Была Василиса А что означает В переводе на русский Означает Царица Значит Царица тебе нужна Рабыня нужна Варвара Вот я говорю У меня старший брат В Москве он был Умер Масамуил Вот отец И Аким И О Аким Ну какое-то имя И Аким Ну ты православный Да А ты Богородицу Познаешь Конечно Но она пошла Получать паспорт Была же бездет Совершеннолетняя Богородица Обязана получить паспорт И еще бы там написали Мария Якимовна Или как Ну если она Отец То нет Якима Анна Бога Отец И ей бы написали В паспорте Якима Мария Якимовна Вот он Яким Ооо Православный Мало знает А сектанты Вообще Ничего не знают А он Смотрит Библию Говорит Книгу Товит Фибу Толкует по-своему У меня У меня такие Хорошие сектанты Здесь Ну до того Они хорошие Вот я выступаю Здесь Что-то говорю Нравится И говорят До этого Прям не знаю Прям готова К вам под мост Залезть Так хорошо Ну вот вы заговорили И говорите Толкование Правильно Только по святым отцам Как ушат Холодной воды Ну что же вы Игнатий Тихонович Так портите себя Ну почему По святым отцам Потому что Она не православная И я ей ничего Не могу ответить Я вижу Что она хорошая Хорошая женщина Но меня Ты считаешь Что у меня здесь И везде она Заходит Находит И похвалит Но у ней Другое Чего нету Смиренно-мудрее Они этого Не понимают Даже Я услышал У меня толкование В голове было другое Я прочитал Так Господи Прости Я неправильно Если я говорил Я сразу вышел Перед всеми Я учил неправильно Но у меня не было так Я не учил неправильно Первым делом Вот это толкование Я в него Вцепился Руками и ногами Пока не законспекировал У людей Почему-то Вот это Нет этой любви Я узнал правила Камоны Семь вселенских Девять поместных И они на церковно-славянском Я притащил И толкование Андрея Кистарийского Апокалиптиз Я сразу Сел за изучение Сарковно-славянского языка И на русский язык Все перевел Рукой переписал Я никогда не считал Что это какая-то преграда Там две книжки Переписать Это еще не стоит Песню песней Искал толкование Гонялся Говорит А в том Я туда поеду Туда Наконец попало в руки Начало нету И концовка оторвана Но она оказалась На немецком языке Готическим шрифтом А такими буквами Какая-то преграда Сел за немецкий язык Перевел И даже стихи По-русски И вел занятия По этому Знаешь как это Дорого далось Я в Академгородке Новосибирском Как-то вел занятия Ну и Они задают вопросы Там профессора Там академики Я отвечаю А потом Я встал и говорю Говорю Знаете Я вам так завидую Вот вы То что я годами Достигал Таким трудом Искал В правилах В житиях Вы спросили Я отвечаю В конечной инстанции Другого не дано Людям Просто не дано Нет А вы готовы И не получаете Один профессор Встал и говорит Знаете Я скажу Не завидуйте Как легко нам дается Так легко и уйдет А вы буквально Вгрызались в это все Вот я послушал Как вы добивались этого У меня преград не было А если бы я Вот так получил И сказали Откровение Только на китайском языке Когда сказали Вечером К утру Я бы уже занялся Китайским языком Даже разговаривать не стал бы Мне сказали Вас зовут в Грузию Вас могут рукоположить Тут священникам И прочее Уже в Москве Я стал искать Ущербник грузинского языка Почему? Меня зовут Я должен там быть священником Да-ка ты нет Зачем? Меня зовет патриарх Договорились уже Все Патриарх Где? Я поехал И знаешь как Я делаю то Что мне нравится Нравится благовесно Преград нету Впереди Господь И поэтому моя жизнь Такая счастливая Вот я гляжу Когда Как-то одна сестра Еще мне сказала Хоть бы заболел Хоть за тобой поухаживать Я не болею Дома не лежу На постели Ах врач Сколько раз Я помогал Лежал в больнице Но туда-то они Никак там Всем ухаживают А дома поухаживают Богу известно Кому я как Кончить жизнь свою Ты только научись Смиряться И делай это С радостью Я каждый день Благодарю за болячки Свои Вчера Машеньку Отвел в сторону Посмотри мою болячку Как серьезно Или нет Он сказал Виктор Андреевич Виктор Он у меня Собор уют Меня всегда Я говорю Ну-ка давай Рассказывай Он говорит Ну бывает Конечно Что я решил Перевязать Это ладно Я неделю Не перевязывал Оно свербит Болит Течет Ну еще Сделал повязку До того мешает Сорвал ее Как Гитлер В госпитале Повредил глаз И почти Больше недели Он у меня Средоточил Вот так Ногки постриг Пока не мироточил А? Не мироточил? А это подскочила Жена Любая так Человек Попадает В глаза Чтобы убрать Вот в это место У меня здесь А там то ли Засохло И еще полез дальше И этим резанул И вот это Который музей Разрезал Маша посмотрела Там Ну сегодня Я думаю Сегодня я не смогу Даже говорить Утром встал Ну каждый день А святой водой Мазал и крестик ставил И все Даже не заметят Нет То есть они Гляди Даже разница Нет в глазах А вчера Еще с повязкой сидел Но повязка Она мне была Полтора часа За две недели За полторы недели Надо все делать Так интересно Красиво Сазарством Завтрашнее уже не наше Толкование Оканчивать увещание молитвой Всегдашней обычай апостола Павла Так поступает он и теперь Молится о несовершенных И не только словом научает Но и молитвами И спрашивает помощь у Бога Могущему утвердить вас Несовершенных Несовершенных Колеблющихся Каким образом По благовествованию Моему То есть Дабы содержали То Чему я учу А Благовествование Мое И проповедование Христова Одно и то же Ширно выделено Вот это место Ибо Это не наше учение А его С большой буквы Законы По откровению Тайны Это знак Величайшей чести Что мы Стали участниками В тайнах То есть В предмете Который Хотя Издревле Предопределен Но явлен Ныне Через писания Пророческие Посему Чего бояться Тебе немощный Чтобы Едением Свиного мяса Не отступить От закона Но вот Ширно выделено Все писания Возвещают Ту тайну Которая Вводит Безразличие В пище Это совершается Даже по По велению Вечного Бога Поэтому Твой долг Не противоречить Но верить И повиноваться Богу Ибо Вера Требует Послушания О непутливости Кроме того Так верят Все народы Ибо Тайна Та сделалась Известной Всем Как же Ты Продолжаешь Рабски Служить Закону Единому Премудрому Богу Сказал Для того Чтобы Отличить Бога От ангелов И нас Отнюдь Не от сына Да не будет Ибо Мудрость Отца Есть сын Итак Слава Тому С большей буквы Кто явил Тайну А не закону К которому Ты продолжаешь Прибегать Наблюдая Различия В пище Открой Всем народам Через Иисуса Христа Открытой Открытой Через Всем народам Через Иисуса Христа Ибо Ибо Тайну Открыл Народом Сам Тот Кто послал Учеников Научить Все народы Поясняю людям Что означает Тайна 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 Какая тайна Это осуждается Когда люди Владеют какой-то Тайной Это посвященная А другие не посвященные Это с оккультными Науками связано О чем Павел Здесь говорит Что за тайна 2 Тимофея 3.16 И великое благочестие Тайна Бог явился Во плоти Оправдал себя В духе Показал себя Ангелом Был Проповедован Народом Принят веру В мире Вознесся Во славе Вопрос Остается еще Не раскрыт Нераскрытые Нераскрытые Да Вот не раскрытые Еще Тайна Конкретно Покажи Что люди В мире Не знали Бог пришел Через благовестие Через веру Что ты перечислил Ну и что Тайна какая Ну пришел Ну я в это поверил В чем тайна Такая Что вдруг Открылась Мусульманам Буддистам Какой-то есть Стих Ключ Я не знаю Какой Но я его нащупал Опытным путем Я стал смотреть Что не знают Мусульмане Они во многом Лучше нас Чего не знают Буддисты Чего Чего у них нет У них нет Жертвы Ихний Бог Не умирал За человека Жертвы нет Ну ты пошире Объясняй Ну прям Ихний Бог Ибо так Бог Подрубил меня А лет Ключ 6.23 Я переписываюсь Мусульман Я сказал Когда ты к нам Приедешь Мы уйдем Далеко В степь С турбетишками Вместе И там мы будем Беседовать Чтобы никто Не мешал И один стих Будем объяснять Римлянам 6.23 Возмездие За грех Смерть Запитая Дар Божий Жизнь Вечность Во Христе Иисусе У людей Мира Нет этого понятия Ну был я убийца Теперь я покаялся Прости меня Господи Я убил Там зарезал Прости И Бог меня просил Люди не знают Свойства Бога Бог не может Прощать так Потому что У Бога Закон И ты согрешил Ты должен умереть Ну почему Адама было Не простить Ну говорит День в который Вкусишь Это Бог Умрешь Не потому что Бог будет следить За тобой А потому что Это нарушение Оно одновременно С нарушением Идет и смерть Вместе с то Что он срывал И ел Это входило В него смерть А не то что Яблоко какое-то Или дерево Познание добра и зла Он ничего не познал Он познал одно Слушаться Бога плохо Слушаться хорошо А не слушаться плохо Вот что он познал Возмездие за грех смерть Мусульмане этого не знают Они думают Баранов принесем Буду исполнять его заповеди Что сказал Мухаммад Много хорошего сказал Но закон то Божий не такой Вчерашний грех Никуда не девается Я родился от грешных родителей Рожденный на смерть От двух грешных Нечистых Чистые не рождаются Возмездие за грех смерть Это надо вдолбить человеку Православные тоже Этого не знают Ну как Ну я хожу в церковь Батюшка сказал Что грехи прощены Он вот так вот Сделан надо мной руками Да хоть сто раз сделай Ничего не изменится Этот грех Требует Смерти Ну да Ну да ты же не умер Нужно чтобы кто-то ответил Христос с неба сошедший Явился во плоти Вот в этом и заключено Во плоти То есть безгрешной плоти И он мои грехи взял На которых на смитце написано Ты должен умереть Он взял на себя Говорит я иду умирать за него Ты свободен Он на себя Все что ты делал Там аборт Ты блудил Убивал Он берет на себя А жизнь вечная во Христе Иисусе Вот эту тайну И ангелы не знали Он Сатана не знал Что заключено в этом Он искал убить надо Но что в этом что-то есть Он искал младенцев убить И когда около креста Говорили Садись с креста Вот садись с креста Поверим Значит Это говорили не фарисеи Это сатана кричал Смерть Христа Приближается А закон был какой Ну Возьмите за грех смерть А почему Грех рождает смерть А во Христе греха нету Это впервые в мире Была смерть Не подтвержденная грехом И он Сатана чувствовал Это Второзаконие 19.19 То что он умышлял Сделайте ему Он убить его Желает Христа Христос умирает Капли крови стекают Смерть приближается Сердце удара Свои сердца Реже и реже гонит А греха никакого нет Ну сейчас он Заругается на кресте Ну другой это проклинал Нет Прости Отец Они не знают Они не знают этой тайны Они не знают что творят И сатана понял Как пишет Лев Толстой Наручники на нем захлопнулись Разрушенный ад Разрушенный смертью Христа И в это время Ангелы Златого Сгорода рукоплещут Он Сын Божий Взял на себя Мой грех Усвой это Ты скажи мой Мой И перечисли Все что ты делал Мать не слушался Отца поносил Гулял Плясал Пионеров Комсомол Вступал в партию Все это на Христе было Будто он вступал Будто он плясал Будто он все делал Это тайна Которая не постигается никак Только веру Это вообрази От первого до последнего человека Все до одного греха Он взял на себя В Адаме все умирает А во Христе Все отживут Вот этой тайны Не знал никто Ни ангела Ни сатана Никто не знал Это замысел Божий был И он исполнился Бог есть любовь И у Бога всегда есть те Которые любят Его Я это принял По моим делам Я верил Что мне быть в аду Пока не уверовал Я знал что Ад есть И это абсолютно справедливо Бывают люди такие Вот даже я встречаю Ну совсем Ну я вот делал Я покаялся Теперь я Не делаю этого Там гулял Не делаю Не изменяю У меня этого понятия не было Я знал Дело я не делаю Я смертный Я умру И я буду в аду Даже в этом Я вижу мое избрание Меня не обманывал дух Который во мне был Я знал Что мне грозит ад Я не делал Что товарищи делают Я совсем этого не делал Я не такой был Как они Но я знал Я в аду буду гореть А сегодня Ну маленько получше Я не пью Там или жене Не изменяю Зарабатываю Детей кормлю И я уже в раю буду Я в церковь хожу Причащаюсь И прочее Меня не церковь Никто не мог убедить Я знал Во мне грех И я должен умереть Мне никто не сказал Час прозрения Радости Ликования Наступил Когда я Сказали что Он умер за меня И я воскликнул За меня Умер Свободен И сказал Господи Благодарю тебя У православных Вот этого нет Когда говорят Кровь Христа Они понимают Кровь это в чаши Там в алтаре А не та кровь Которая на Голгофе была У православных Даже здесь Перекос идет Но это все Действительно Только в церкви А не так Что любой сектант Троицу не признает И где-нибудь Он теперь там Принял Христа И кровь омывает У них даже крещение Златоуст говорит Киприан Харфагенский Оскверняет Даже его взяли Сектанта Его там замучили В ГУЛАГе Умер он И говорит Жертва не принимается Я не могу это оспаривать Только в церкви И Христос придет За церковью А иначе Зачем она в церкви была И церковь называется Невеста И покажу тебе Брак Агнца Брак с церковью С Агнцем А не то что Со всеми Его называли Имем Господнем Николай Николай Это ступор Они не верят Потому что Ну загробная жизнь Есть Нет Умру Узнаю Но я думаю Бог добрый Я хотя бы на пороге Но в раю Буду около Петра Стоять Он там пропускать Пропуск проверять А я рядышком Но все равно Теплый воздух пойдет на мне Не на морозе же я буду Сидеть То есть Вот это людей утешает Как бы Они И Что понятие смерть Вот это Ну Сейчас вот Пугает больше всего Что сейчас Вот в этой жизни Будет смерть Преждевременная Вот это больше пугает Чем смерть там Я говорю Ты сейчас пойдешь Тебя трамвай Как этого там Переехал Голову отрезал И покатил И все Ты что мне смерти желаешь Ты проказу напускаешь На меня Вот это больше пугает А чем И как объяснить Слово вера Вообще на них не распространяется А я говорю А во первых Потому что Ты не знаешь Что такое грех Грех определяется законом Нет закона Нет греха Ну Не вменяется в грех Да Не вменяется в грех Если нет закона Вот и все Ну так поэтому Я и не буду в церкви Зачем мне грешить Если я не в церкви Все У меня греха то нет Он не вписан в книгу жизни Конечно У него направление другое И место где он прописан В другом месте Не спорь ничего Ты ему возвестил Все до суда Божия А что нам дано только одно Рукой ударить по ногам Несколько раз Отряхаю прах До суда Божия Все Прах А пыль у нас хватает Отрясение скажи Знаете Но знайте Был среди вас пророк Ты возвестил Пророческое слово Ты роль пророка выполнил И пророков не принимали Убивали всех Кого не гнали Из пророков Отцы ваши Вспомни седьмая глава Деяния апостолов Да именно так Кто-то примет Но сказать что все не примут Нельзя Мало спасаемых Мало 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 Путь узкий Потому что Виктор Андреевич Среди тех Которые были со мной В палате Разные люди были Совершенно Один был Он читал Библию Причем Много читал И был верующим Человеком Считал себя А? Считал себя Ну нет Он был верующим Считал себя верующим Человеком Ходил в храмы Вот И читали они в семье С детьми читали Библию Но не знаю Что у него Произошло Он Забросил Веру свою Забросил Чтение Библии И когда я ему Цитировал Какие-то Стихи Он их вспоминал Да Я говорю Это знаю Я читал Но сейчас он Пьет Курит Живет Как все люди И вот Все равно Как бы То что я ему Напомнил об этом У него Какие-то Мысли о том Чтобы Тоска По той первой любви Она возникла Я вот благодарен За то Богу За то Что он мне Дал возможность Пробудить в нем Эту тоску По той первой любви А был такой человек Среди Которые были Со мной в палате Он значит Вроде как Умный такой человек Он читает То что я ему давал Он прочитал Потом начинает Рассуждать Вот я Ну я вот Совсем согласен Вот с тем Чтобы не посмотреть На женщину Ну как А как тогда Люди Как род человеческий Продолжается И все такое Я этого не могу принять Не принимаешь Не принимай Это твое Твое дело Я тебе возвестил Две разные вещи Да Смотреть-то можно Это Пушкин в анкете писал Говорит Не пожелай поля Не пожелай вола Я это Я все принимаю Но когда не пожелай Служанки Господина твоего Рабыни Ну как это вот Да И пишут Сто тринадцать Любовниц Пушкина Ни одну кухарку Мимо не проходил Ну арабская кровь Что-то мы говорили Да Якова Ну не по Пушкину Жен Бог будет судить Если бы Никто Сумели люди Многие победили Страсть себе И они выжили Ну одним словом Как Венедик Ильич Только что сказал Что у каждого Едым дозайным Каждому свое Кто избран Тот он будет избран А наше дело Только возвестить Вот принял он Принял хорошо Я им потом В конце сказал Все вот Я чист перед вами В том Что на суде страшном Вы Не будете свидетельствовать Против меня Что я вам Не сказал О слове Божьем Об истине Его Это самое главное Ты мне больше Не говори Пусть я варить Я буду Но хотя бы Не жарится Все что И прочитали 14 главу Закончили Слава Богу Не знаю Давай не прочитай Он пришел Путь исторический Сказал что ему Надо куда-то ехать Сказал что ему Куда-то надо ехать Попрощался И пошел Вопросы где твои Сегодня не приготовила Что ж ты так Я Игнатих Вот против того Чтобы вы Так На Пушкина И я знаете Про Чайковского Тоже что попало Говорят И про многих Что говорят Не обязательно Прям он был такой Ты Пушкина всего считала Ну вы у меня уже Спрашивали про Гавриле Да не надо ей говорить Она Баркова принадлежит Я совсем не Пушкину Ивану Баркову Про это я не говорю А просто Ну у меня весь том Прочитанный О чем он главный Если так вот выразить Какие темы Давай напишем Тема там Война Патриотизм Семья Ну и дальше Все такое Какое место У Пушкина займет Место отношения к женщине Ведущая Первая Так же как у многих Писателей Ну и что Рисунки его Видят Для Бога означает что-то Он сам рисовал Графический график Не надо Это Мы не настаиваем Ни на чем Мы знаем только одно Что без веры Победить этого нельзя Да вот Пушкин говорил Говорил против Но последний год Все за свидетельство У него перед смертью Было такое Тяга к Евангелию Он на столе Евангелия всегда лежал Он считал И на многое Что раньше было Он уже поставил крест Я не прав был Он не боялся Сознаться в этом И это надо брать концовку А не начало Да А вот другой был верующий А потом ушел И стал вот как Ну Бурса Помиловского На это вошел У него такой путь У него У другого такой Вопрос можно? А? Вопрос можно? Я у тебя должен Спашин Давай В вашей поэзии Есть стихи Посвященные теме Которые Пушкин Много-много посвятил У меня нет темы На которой не было бы Ну какой процент Вот от всего От массы Ну трудно сказать Какой процент Я не могу это вывести Я могу Что процент Это по тематике Я скажу Если посвящено этому Да не этому посвящено А власти Мужчины в семье Оно не об этом совсем Он об этом Ни одно стихотворение не писал А о чем он пишет У меня этого Ни одного нету Ну вот Ни одного нету Но на эту тему Есть такие Как Ну жена Когда бывает Дом разрушает На основании того Что я видел Вот это Какая причина в этом И когда женится Бывает на бракосочетание Не на то смотрит А надо на что То есть Они стихи Не об этом совсем А это 3467 стихотворений Я вижу Эти стихи мои По интернету Разнесли Конца края Некуда Везде И главное Показывать Я смотрю на них Как будто бы Я их никогда не писал Об этом тоже упоминаются Но упоминаются Опять же С позиции Библии Пишу Пушкина Ты не найдешь Ни одного стихотворения Куплета Что было Как у меня написано Напротив каждой строчки Местописание На каждой против строчки Местописание Откуда это взято У него просто нет У нас Другая жизнь Другой уровень Я спрашиваю Медный всадник Для чего он написал Медный всадник Медный всадник Для чего он написал Для чего Для чего он написал Медный всадник Смысл Татьяна Ларина Онегин Что эти люди Могли бы дать Это выдуманное все Но если бы они были Не выдуманные Это положительные герои Да нет Ну рядом не стояли С положительным Ну возьмите Пишет Лев Толстой Анна Карейна Сейчас говорят Фильм показывать По телевизору Новая экранизация Новая экранизация Я не знаю Хорошей нет Это мне уже сказали Ну ты не веришь Ну возьми роман Прочитай Вронский какой С положением человек Из себя какой видны И скажи ты Шкура с кем связалась Где ее даже ценить не буду Ну где Под поездом Коренин Мы хотели сказать А? Коренин Коренин Ну да Коренин А теперь посмотри Что она добилась За кем она пошла Это Россия была Но этот образ Писал он с того Что видел в своем кругу Это не выдуманный Он выдуманный Но он не выдуманный Он обобщил просто где-то Особенно перед революцией Там что было Какой разврат везде Ну да В русской литературе Положительных героев Практически нет А почему Да их не было Просто не было Почему Не русские люди А в тюрьме Джон Боньян Написал Путешествие Пилигрима Почему У русских тоже сажали Морозов сидит в тюрьме Ну не два года Тридцать лет И выходит Человек сразу Навременно В шесть университетов Сдает экзамены Пока там был По учебнику Почему не написал Путешествие Пилигрима А путешествие Пилигрима Была настольная книга Александра Сергеевича Пушкина Во всем мире он известен И где написал человек Девять лет дали сроку Сидеть за проповедь Потому что Настрой духа У него другой был У русских Которые сидели в тюрьме Которых в монастырь ссылали У них другое на душе было Там посадили из него Посмотри какой огонь высих Посади спершина в тюрьму Что он напишет Там одни проповеди его Огнепальные Посадили А у вакуума что А как дегать Вылить смолу На могилу Его будь они прокляты И прочее Он какой был А вакуум Герой Таким он остался там Но герой за что он боролся Царю пишет письмо Царь Михайлович Ты дай мне власть Я этих никоньян Перепластаю всех Перепластаю То есть перережу всех В тюрьме сидит Уже десятый год Гниет там под землей А дух тот же самый остается Почему он не написал Вот это на коре писал У него даже Куплета одного нету Такого который был бы без злобы написан Пишет о чудесах Божьих Как лед лопнул Как курица Два яйца Она один несла Ну это тоже чудо Но нет ни одного места Где бы было видно Что он был обращенный И дети его обращенные По Евангелии Вообще нету И наконец подают Самую настоящую ересь Верит что не троица Четверица Ну протестам сидит написал Я уж не говорю Духовная война Другое там И мы должны найти для этого себя ответ И сказать Вот Я все привожу Неоднократно Евгений Берсиев говорит В времена Парижской коммуны Две тысячи человек собрания Евгений Берсиев Это шесть томиков В проповеди Отличные просто С французского И один вопрос задал всем Сегодня попадаете В одиночную камеру Пожизненно С собой можно взять Только одну книгу На всю жизнь Тебе восемнадцать лет Или двадцать Неважно Пожизненно Какую книгу возьмете? Времена другие Все сто процентов Ответили Библию Я с ней буду жив У меня будет прекрасное настроение И встреча с ней Это радостно Но другую книгу Я сидел в тюрьме Задал Один говорит Я бы взял Ну называет математическую Он математик Я говорю И на сколько тебе хватило ее? Да на всю жизнь Я говорю Как? Ты наизусть ее знаешь И считать будешь? Ты в этих числах Больше ничего не найдешь? Ну да Ну да Конечно Это на всю жизнь На год бы мне хватило На всю жизнь Так что этот путь Который я избрал Пятьдесят лет назад Я его благословляю Я избрал Христа и Библию Два слова Давайте прочитаем стихотворение Путь исторический В двадцать девятом Кажется Томе Она предлагает прочитать Стихотворение Путь исторический Двадцать девятый Том В двадцать девятом Наверное В двадцать Тридцать Ты страницу назови Сто девяносто Посмотрите Сто шестьдесят Сто девяносто Я точно не помню Если ты не знаешь Трудно будет идти по словам Не мысли Нужно избирать то В чем не будешь Потом раскаиваться Вот иногда говорят Ну вот тебе заново Жизнь дать прожить Ты бы на ней женился Или нет Ну та Которая жена тебе Или ты бы избрал Такую жизнь Или по другому И каждый раз Нет В двадцать девятом Ну-ка в тридцатом А в следующий раз Тема будет другая Едут дороги И проехали мимо Своей станции А наш человек сидит И мужик-то ей сказал Ты Марьян Смотри в окно-то Как наша станция Ты скажешь Ну а сам-то Прикормул я Она рядом Когда проехали Весь с последней станции Как он на нее Ну что ж я жалился На тебе Ты всю жизнь Ей испортила Как она проснулась Как она Не зря мне мама говорила Не выходи за него Дурака Он пьяница Он такой И дальше Они уже не видят Кто в вагоне сидит Что Я вижу Что это не мусульманка Ну ты проспала Он дал тебе наказан Ты бы стояла Колола Детерзала Ну осталось ехать Все полчаса Ну мужик Изнемог Ну тебе дал вахту Ну порадуйся Не всегда любит Такая возможность У меня близкий Близкий-близкий человек был Вот Володя Устинов Который приезжал Потеревки взять Его отец Я его спрашиваю Скажи Александр Иванович Вот его А ее звать Антонина Семеновна Десять ребятишек Десять Я говорю Не уроните Я говорю Ты бы женился Если бы сейчас Вот назад На ней женился Вот как Десять ребятишек А он говорит Нет Я бы на ней не женился А она рядом сидит Я говорю А ты за Сашу Его Александр Иванович Я бы за него Замуж вышла Она как За каменной стеной была Я говорю Теперь объясни Почему бы ты на ней женился Она слишком щедолюбивая мать Она по закону Божию Где требуется Применить строгость Она не как Что ты, что ты Отец Только не трогай Его, только не задевай А вот теперь пожинай плоды Теперь вот он пьяница Теперь с ножом ходит Теперь головорезы выросли Что теперь делать Я бы не женился на тебе А она никаких А я бы за тебя Обязательно вышла Потому что он любит Слово Божие Он поступает Как должно Ну давай По ластам Как они нашли Когда мужи говорят Что я бы за тебя не вышла Мужчина говорит Это нормально Потому что жена непослушная Он думает В мозгах Что-то лучше нашел бы Но когда Жена говорит Я бы вышла лучше за другого Вот это уже Есть о чем задуматься Упрех несправедливый Может быть Или тяжкий Читать Еще тут А вот сам Игнать Ильич Вы сами прочитайте Да Его он не видит Вы не видите Кутузов Кутузов Сидит Так Это какой 29-й том Открытым оком 208-я страница Не томи Давай Путь исторический Для нас Не панацея Не образ К подражанию И не эталон А тропотом При общем Батьке Моисея Когда ему Под ножку Ставил Аарон Понимаешь Сами слова Словосочетания Они настолько Необычные Моисей Батька Понимаешь А это все Имеется ввиду Целая республика Где так называют И Аарон Какую роль Никогда Пушкин вверх Не написать бы этого Хотя он Может тысячу раз Умнее меня У него другое В багажнике было А первые две страницы Давайте читать Весь путь Израиля Почти от Авраама Вилял Петлял Кружил И изгибался Никак не получалось К Иегове прямо Хотя плодились Не бедней китайцев Но идолы Кумиры Изделия Рук умельцев Веками путались Под грешными ногами Горбатый Горбачев Или пьянчушка Ельцин Толкали Перестройками К поганым Понятно Вдовость Там говорится Израиль А теперь Называется Экстронхваляция События К сего Горбатый Горбачев И куда толкали К поганым На запад Все оттуда перенесли Самое угодно В алиологии Всякий разврат Дали свободу Самым низменным страстям А что Аарон Моисеев Что сделал Идола вылил Видишь Какой перенос Уже на третьем куплете Мне возразит Жидовское отродье Все распинатели Пришествшего Мессии Что римляне Распяли А не они Как вроде Что то Что то Язычники Коварные Сбесились Но мы то знаем Это довод Чушь И даже Отвратительно Собачья Для вразумления Спадет Кровавый душ Кто эту нацию Серьезно Не оплачет Плеядой Вереницей Библейские примеры Лишь от обратного Примером Могут стать Тому Что истошено Истошено Врут К Христу Ити мешают Само вот это Столочитание Показывает Беспокоянность А они напрягают Такие силы Чтобы людей Вести В сторону От Бога Заказывают Вот первый день Поста Закончился Пахровский собор Уже все Уже едва На ногах стоим Батюшка Так Я хочу сегодня Слово сказать Ух Батька Разочаровал У меня раньше А я сейчас Вижу что он другой Он проповедует Я Братья и сестры Я хотел сказать Вот тут у нас Привезли Там Показывает Что там есть Вот поминальники Так вы возьмите Поминальники И там мертвым Вот эти вот Венчики на головах Так там они Вот так Тут Возьмите Это вся проповедь И все дальше Ну Бог помощь вам Спаси Христос Батюшка Мертвец Мертвеса ведет Куда они придут В стране народ Как сумасшедший сброд Легко идут За ложными вождями То стенка Семельяном То грозный Подопрет Гулгаковской Голгофе Всех подтянет Христос Есть путь Прореченный Иисусом Он бесконечен Скрылся В небесах Он свет Ярчайший Не бывает Тусклым Путь мира Взвешен На его весах Ну что тебе надо Вся история Ветхого Израиля 2008 год Так она на выборы взяла Какой Промышится История Ты одно стихотворение Найди у Пушкина Чтобы Вот так он все В писании взял К современному И подвел Прямо ко Христу Я тебе скажу Слава тебе Христе Боже нашу А почему он не мог Этого сделать При таком таланте Он бы написал Разве такое Я с трудом Их рифмую Словатое Пинками Их загоняю В рифму Помолитесь Аминь За нас грешни За нас грешни За нас грешни За нас грешни За нас Как правильно Вот когда говорят За нас Я прошу Была нет Надежда Афанасьевна Да Была Она была сегодня Была Вы помните Кого нет Позвонить надо Узнать Почему у нее болеют Или что-то Мне вот сказали Сегодня Наташа Ну это Глушкова Не Глушкова Ну да Загуляева Она теперь Она заболела Какие-то гаймориты Там что-то Лечиться надо А как лечиться Закаляться Это самое лучшее Лекарство Через лот Боже Милостью Будь мне грешным Создава меня Господи Помилуй меня Бесчисла Я согрешил Господи Прости меня Грешного Помилуй Замолиться Замолиться Святых Отец Наш Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Помилуй нас Аминь Царю небесный Утешителю Души Истины И живи Иисусе И все Иисусе 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 Сокровища Благих И жизни Подателю Господи Очисти Грехи Наши Владыка Прости Беззаконие Наши Святые Посети Иисцели Немощи Наши Имени Твоего Ради Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Слава Отцу И Сыну И Святому Духу И ныне Присно И вовеки Веков Аминь Отче Наш Иже Иси На небесе Да Светится Имя Твое Да Придит Царствие Твоя Да Будет Воля Твоя Яко На небесе И На земле Хлеб Наш Насущный Даш Нам Днесь И Остави Нам Долги Наши Яко Жи Мы Оставляем Дожняком Нашим И Не Веди На Свои Искушения Но Избави Нас От Лукавого И Во Твое Сарство Сила И Слава Во Веки Аминь Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Меня Грешного Слава Тебе Наш Бог И Игова Авва Отче Свят 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 Господь Сава Вся Земля Полна Слава Его Аллилуйя Благодарю Господи За тот День Когда Даровал Веру В Тебя И Ожидание Суда Божия И Страх Пред Тобою Аллилуйя Благодарю За день Когда Дал Мне Святую Библию И Указал На Толкование Святых Отцов Как На Истину Аллилуйя Пресвятая Госпожа Богородица Преснодева Мария Матерь Христа Бога Нашего Спаси Нас Молитвами Твоими Покрой Нас Самофором Любви Твоей Господи Слава Тебе За этот День Напоминающий О Твоей Победе Над Другом Душ Человеческих О Твое Воскресении Из Мертвых Аллилуйя Научи Нас Хранить Это День Воскресения Как Вечную Субботу Покоя Аллилуйя Господи Боже Наш Слава Тебе Ангел Христов Хранитель Мой Святой Моли Бога О Мне Грешнее Ангел Мой Благодарю Тебя Сколько Лет Ты Хранил Душу Мою Не Покини В смертный Час Когда Душа Будет Разлучаться От Тела И Проведи Душу Мою Помытарством И Веди Навеки Вечное Царство Христа Бога Нашего Аллилуйя Иоанн Креститель Претеча Христов Моли Бога О Господи Научи Нажить И в бедности Имея Пропитание И одежду Быть Благочестивым И Довольным И не Трошиться Старей Начальствующих И не Участвовать В бесплодных Делах Тьмы Но И Обличать Аллилуйя Святителю Христов Никола Мир Ликийский Чудотворец Образ Кротости Воздержания Добрый Архипастор Моли Бога О Нас Благодарю За услышанную Молитву О людях О животных Умоли Господа Бога Послав Все Необходимое Для Издания Книг И Для Благовестия Этого Путешествия Если Это От Тебя Если Воле Твоя Неугодно Сам Поставь Препятствия Нам Тебе Слава За Все Во Веки Аминь Святые Пророки Илья Ильисей И 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 Пополнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего церкви не застал нас неготовыми, но выше навстречу Тебе с горящими святильниками и сосудами полными или добрых дел, соделанным в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, сенебесные силы, престолу Божию предстоящую, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, первоверховный Петр и Павел, святые евангелисты, Матфея, Марк, Лукаян, молите Бога о нас. Святые мученики и мученицы, молите Бога о нас. Игнатий Богоносец, Поликарп, Сибирский, Симфилософ, Космай, Адамьян, Андрей Стратилат, Иерон, мученик, римский, Климент Танкирский, Арфин, Никобедийский, Георгий, Победоносец, Пантия, Легимон, сорок святых мучеников, Сарь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас. Довы никто не принял начертания зверя. Господи, даруй веру детям, отгони от них эту беспечность и безразличие. И родители научи воспитывать их в любви и строгости правильной. Аллилуйя. Молите Бога о нас. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ихрем Сирин, Антоний Макарий, Макарий, Антоний Феодосий, Корнилий, Игорь Сергея Радонска, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и все перевозчики священного писания. Молите Бога о нас. Дарует Господь желание исследовать Слово Божие и жить по Нему. Молите Бога о нас, святые жены и девы. Фекла, первомущеница Фатина, Самаренина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прискила, Акила, Андродик, Июня, Киприяна, Устина, молите Бога о нас. Да дарует Господь послушание, молчание, целомудрее и стыдливое жены мы делом. И украти непокоривость Галины, Екатерины, Евгении, Надежды, Надежды, Светланы, Марии, Раисы, Нарисы. Александр Невский, вступись за эту погибающую землю. Господи, даруй добрую землю японскому народу, да бы могли не обратиться к Тебе. И к еврейскому многострадальному народу пошли благовестников, да бы они приняли Тебя как Мессию и Бога. Аллилуйя. Господи, прими нашу молитву в изъянии рук, как жертву вечерней, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех заповедавших нам, молись о них. Ты достоин всяческой хвалы и прославления. Хвала Тебе и слава вовеки. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и слышит Раб Твой. Хвала Тебе за все во веки веков. Аминь. Аминь. Спасибо, Писуш. Спасибо, Писуш. Спасибо, Писуш.